И в продолжении темы бьют тревогу и дочек из жилого комплекса «Любимы» в Ленинском районе Новосибирска. Еще в прошлом году автор этого проекта, компания «Вертикаль НСК», попала в процедуру банкротства. Сами люди получили статус обманутых дочеков. Но перспективы завершения строительства дома пока окутаны туманом. Подробнее о проблеме в сюжете корреспондента программы Екатерина Вавкудан. О проблемах на стройплощадке дольщики ЖК «Любимый» начали сигнализировать еще весной прошлого года. Например, Анастасия Красько рассказала, что ждет ключи от новостройки в шестом доме более четырех лет. Понравилась планировка, понравился этаж, что солнечная сторона, кирпич. Цена была не очень высокая, но относительно других квартир, поэтому здесь выбрали. По договору участия в долевом строительстве, застройщик намеревался ввести дом в эксплуатацию в конце 2017 года. Но затем сроки сдачи не раз менялись. Мы ездили, контролировали процесс стройки. Все это было очень медленно. Усилились они, наверное, с год назад. Но вот когда сдача будет, пока информации нет. При этом желающие приобрести квартиру в этом ЖК находились и после снижения темпов строительства. Когда приобретали, естественно, уже знали, что застройщик задерживает дома. Были готовы подождать, ну, год. Напомним, проект «Любимый» задумывался как комплекс жилых домов на улице Титова. В 2016 году в эксплуатацию ввели три высотки первой очереди. В 2018 были сданы еще два дома. Но на этом череда новоселий закончилась. Я купила эту квартиру в 2019 году вместе с мужем. Тогда у нас еще не было ребенка. Сейчас у нас уже ребенку два годика. Заселение стояло июнь 2021 года. Мария с мужем с нетерпением ждали новоселье. Но в какой-то момент работы на площадке и вовсе остановились. Сейчас незавершенными остаются две высотки номер 6 и 7. Рядышком тут живем. Мы живем с родителями. Мы каждый день проезжали после работы и смотрели. То есть строители были. В 2019 году очень сильно дом вырос. В 2021 полностью встало все. Ничего, по-моему, не строилось. Эти проблемы дольщики связывают со сменой в составе учредителей и руководства строительной компании, а также с деятельностью прежних управленцев. В результате у вертикали НСК накопились солидные долги. А кредиторы обратились в арбитраж, требуя банкротства фирмы. По данному диску были переговоры с представителями Газпрома на предмет заключения мирового соглашения с просьбой о срочке погашения задолженности начиная с 23-го года. То есть пластически нашли конструктивные решения. Но в нашу ситуацию вмешался фонд развития территории. Московское представительство. К тому времени свои долговые обязательства застройщик оценивал в десятки миллионов. При этом руководство компании старалось не терять оптимизма и уверяло, что пытается найти способ завершить шестой и седьмой дома в ЖК «Любимый». Тогда дефицит бюджета оценивался девелопером в 45 и 100 миллионов соответственно. С инвесторами, с профильными компаниями по вопросу совместного строения свободного земельного участка. Также застройки предыдущих домов. В принципе, есть какие-то наработки. Самое главное, что на это все хватило времени. Однако вынырнуть из банкротного пике застройщику так и не удалось. Прошлым летом в отношении вертикали НСК была введена процедура конкурсного наблюдения. А дольщики в отчаянии написали обращение в адрес президента. Они просили достроить их дома с помощью привлечения ППК фонда «Развитие территорий». В ответ их заверяли, что вопрос взят на контроль. Вот только по словам заждавшихся людей, они до сих пор не понимают, когда и, главное, как долгострой будет завершен. В течение 10 месяцев вопрос практически, можно сказать, не решается. Нас до сих пор еще не собрали, хотя по закону, обязаны были после закрытия Артуз уже собрать у нас всех обманутых дольщиков и объяснить ситуацию, что там делать дальше и как это дальше будет развиваться. Но до сих пор у нас у всех сомнения, у нас у всех разброд и шатание, потому что нам ничего не говорят. В середине февраля этого года дольщики получили ответ от областного правительства. Их заверяли, что для завершения долгостройной проблемы в период с 2023 по 2025 год в региональном бюджете предусмотрели денежные средства, обеспечивающие 22% софинансирования работ для сотрудничества с ППК фондом. Параллельно областной Минстрой прорабатывает вопрос через процедуру смены застройщика, который мог бы завершить объект собственными силами. Хотелось бы, чтобы дома достроились и чтобы можно было жить. Это мое единственное жилье. У меня лично денег нет доплачивать. Я на пенсию живу.